Как малому и среднему бизнесу получить субсидии и как наладить отношения с государственной властью? Ответы на эти вопросы пытались найти активные предприниматели Ульяновской области на прошедшем съезде регионального отделения «Опоры России». Главная особенность встречи в том, что бизнесмены могут в свободной форме пообщаться с представителями власти, органов надзора и контроля, и рассказать о своих проблемах и решить их напрямую. Первое, наверное, многие в сети, в социальной сети, в интернете видели посты Валентина Глухова, руководитель Зеленой улицы по поводу незаконной торговли, которая проводится перед его киосками. Это люди, которые просто как физические лица торгуют с улицы еще в стиле, наверное, 90-х годов, и у них там минимальный штраф, а если придут к нему, то очень большие будут санкции штрафа на предмет данной торговли. Это вопрос работы с теневым бизнесом. Что делать, если у ТВО магазина торгуют физлицы или рядом расположены нестационарные торговые объекты? Все это обсудили на нескольких дискуссионных площадках, посвященных государственному частному партнерству и улучшению делового климата для малого бизнеса. В том числе предприниматели подготовили целый ряд инициатив, предполагающие упрощение администрирования с точки зрения налогов, формированию партнерских отношений с государством в социальных и креативных индустриях. Мы к губернатору вышли с предложением по формированию координационных площадок в тех органах власти, в которых их сегодня нет или в них не присутствуют предприниматели, для того, чтобы они могли традиционно, быстро, достаточно, оперативно определять свои традиционно важные для них задачи во взаимодействии с органами государственной власти. Инициативу передали на рассмотрение губернатору Сергею Морозову, который приехал на пленарное заседание съезда. Глава области напомнил, что с начала года в Ульяновске зарегистрировано больше трех тысяч новых предприятий – колоссальное количество. Поэтому и на создание комфортных условий для бизнеса в бюджете 2019 планируется предусмотреть до 1 миллиарда рублей. Желание у власти одно – чтобы бизнес концентрировался не только в областном центре, но и в районах. Поэтому в ближайшее время в каждых муниципалитетах будут созданы многофункциональный центр для бизнеса. Мы откроем в течение 2019-2020 года подобные ПЦБ в виде цифровых окон на базе сети центров развития предпринимательства во всех муниципальных образованиях. Мы в этом году завершим разработку программного обеспечения, но в следующем уже будем подобные цифровые окна делать доступными для работы с любого электронного устройства. Кстати, предприниматели в свою очередь помогут движению ТОС. В 157 общественных самоуправлениях живут и работают сотни бизнесменов. Поэтому и возникла идея помочь своим же соседям благоустроить ту или иную территорию. В связи с этим на съезде было подписано соглашение о сотрудничестве между Опорой России и Ассоциацией ТОС. Дарья Сударева, Юрий Ломатов, Новости Ульянской правды.